Во главе колонны бронетехники на параде победы пойдет легендарный Т-34. Сегодня его готовят к 9 мая. Экипаж машины боевой «Три танкиста» сумели восстановить танк за очень короткое время. Мой коллега Сергей Толмачев оценил ходовые качества боевой машины. Правда, пока в ангаре военной части. Первую реконструкцию танк прошел сразу после войны в 45-м году. Подлатали броню, заменили гусеницы и дула. Это видно по номеру. Потом он честно ослужил в войсках, а с 80-х годов встал на почетное место возле полигона в Юрге. Там его и увидел прапорщик Андрей Шувалин. Загорелся идеей восстановить ходовую часть. В память о деде, который шел на войну 22 июня 41-го и закончил ее в Берлине. Запчасти собирали по всей стране. Даже почтой высылали. Из Красноярска, Саратова, других городов. Танк мы делали 2,5 месяца. Ну, чуть-чуть больше. То есть вот за этот короткий срок нам просто удалось это дело все восстановить. Радиаторы, которые нам привезли, в одном дырок 20 было, в другом дырок 15. Это все запаяли, поставили. Сейчас все оно работает. Колеса из литой резины толщиной в 8 сантиметров, сборные гусеницы, двигатель – все оригинальное, заводское. Т-34 выпускали до середины 60-х. На полигонах страны их много, поэтому и недостатков в деталях не было. А вооружение военных времен простое и надежное. Пушка 85 мм. Насколько я помню, ЗИС-5 вооружение. Пулемет 7,62 калибр. Это должен устанавливаться. Два пулемета. Этот танк – один из самых простых в управлении. Во время войны солдат обучали за один день. Все как в машине. Газ, сцепление, тормоз. Только вместо руля – рычаги. И подручные инструменты, например, пила, чтобы дерево при необходимости сварить. С правого борта сосновое бревно диаметром 20 сантиметров. Промасленное, крепкое, не сломается, не разбухнет. Если впереди болото, его можно просто подложить под гусеницу. Танк пройдет. Машина весом в 30 тонн способна ехать со скоростью 60 км в час, если по шоссе. Но по улицам она не пойдет, чтобы асфальт не испортить. На парад танк привезет трал. Зато по площади Ленина 9 мая Т-34 поедет своим ходом. Экипажи вперед! Сергей Толмачев, Артем Валевич. Новости ОТС.